И мы героически занимаем последнее место с великолепным показателем 0 очков. И эти матчи просто причиняют мне ужасную боль. Мы проиграли Уотфорду, это было очень обидно, потому что, ну гляньте на статистику, мы были достойны хотя бы ничьей. Но дело в том, что у Уотфорда есть такой, сука, мутант, Адриен Брюнуа, француз, 18 лет. И финишинг у него, собственно говоря, 18, просто какая-то машина. Потом был матч с Кардиффом, мы здесь даже первыми забили. Но потом тупая белобрысая башка Макса Паура решила, что ударить по ногам в центре поля человека будет очень здорово. Он получил заслуженную красную карточку и, собственно, 1-3-2 мы проиграли, отлично. Потом было дерби с Ньюкаслом и вновь мы влетели вообще без шансов. И вот знаете, что меня радует? То, что, сука, в каждом матче последнем из трех в наши ворота ставят пенки. Причем самое интересное у меня не стоит. Не стоит указания жестко играть, отрывать ноги. То есть это их личная инициатива. И, видимо, игра, подумав, что мне слишком просто, решила выдать мне вот такой вот расписанец. Сити, Эвертон, Челси, Арсенал. Но знаете, друзья, я для себя уже решил, что даже если мы вылетаем из АПЛ с нулем очков, я все равно эту карьеру буду продолжать. И минимальная ее цель это все-таки попытаться выйти хотя бы в Еврокубке. Ну что ж, первая часть сегодняшних мучений начинается с матча против Сити. Если мы сегодня хоть одно очко возьмем, я сочту это за какое-то чудо небесное. Причем я не могу сказать, что ребята играют плохо. Да, они порой играют... Тупо. Ну, в том плане, что много фолов, которые совсем не нужны. Глупые пасы. Но я понимаю их волнение. Все-таки АПЛ. Состав у нас, откровенно говоря, слабый. Это вот состав крутой команды для чемпионшипа. Для АПЛ мы просто дерьмоеды. Ну, все понятно, все. Вау, 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 вау. Ну, я думаю, что скорее всего это какое-то недоразумение. Это пропущенный гол. Вот уже с мячом Лерой Сане. Прострел Виммер. Ничего себе прочитал. Такие вот пасы вообще меня не очень радуют. Когда они просто теряют мяч. И Хорта. Но мог бы и поинтереснее сыграть сейчас. Минди, Соу. Тьяго Майя. Известный читер. И дальний удар. Жалко Митрюшкина, потому что хороший вратарь. Но под такой... Под такую раздачу он попадает. Каждый матч. Исквердо. Исквердо, точнее. Подбирает Хорта. Хор. Макрори. Локебакио. Искведра. Ууу. Блин, а мы-то... Смотрите-ка, смотрите-ка. Сопротивляемся. И, да, да сопротивлялись то, что Искведра порвали нахер ноги. Я что-то глазам не верю. Первый тайм мы выигрываем. В чем подвох? Еще одна травма. Замечательно. И вот тут я уже даже не знаю, кого выпускать. Потому что... Давайте этого пацана. У него есть скорость. Полчаса до конца матча. 25 минут до конца матча. Хочу сказать, 20 минут до конца матча и мы ведем. Но момент у Сити. Заброс Майя по центру. Виммер. Молодец. Не молодец Митрюшкин. Хотя я, по-моему, ставил, чтобы выход из обороны был через пас. Но у ребят своя жизнь, так сказать. Они уже взрослые, самостоятельные мужчины. Викерс выносит. Блин, ну... Ну победа на Сити просто придаст нам... Не знаю чего. Вряд ли это... Понятно. Может быть, Варчик посмотрим, а? Не? Понятно. Ну и если сейчас за полминуты до конца нам забьет комп, это будет просто кощунство. А вот если мы забьем, это будет отлично. Лопес. Неплохой перевод на хакет, а у него суперскорость. Ну, кроме скорости, видимо, пока что ничего не... Ну, молодой пацан. Корс, здоровский подкат. И все-таки это ничья. Все-таки это ничья, которая меня удивляет. Ну, на самом деле ничего удивительного. Мы просто отскочили. Я ожидал от игры подвоха. И у нас сломалось два игрока на одну позицию. Причем один на месяц, другой на полмесяца. Замечательно. Вторая часть кошмаров на улице Вязов. У меня еще сломался Кевин Виммер. Как пелось в одной песне. Здорово. Великолепно. Но интересно, что сегодня мы будем смотреть на дуэль вратарей. Митрюшкин против Сафонова. Какой-то Риген в нападении у Эвертона. Ну почему? Ну вы просто гляньте на этого процент владения. Мечом один процент был. Как же мы хороши. Как же мы сильны, друзья. Ну вот, чуть выровнялась статистика. Мы даже по ударам доминируем. Вот это да, чудеса. Вот момент. Джеймс. Подача. Сафонов. Ты же по скиллам дно. Первый тайм почти подошел к концу. Мы смотримся на равных. С Эвертоном местами даже посильнее. Но особых моментов, кроме удара Лукибакио, не было. Шакири. Подача. Главное, чтобы пенальти не привозили. Наши опять. Гана. Штенцель. Там какой-то рикошет был. Просто какой-то неадекватный бучий рикошет. Как он так вбросил? Видели, какой-то мяч в воздухе. Поменял направление неадекватно. Гури. Орта. Не самая удачная передача, но Макрори подстраховал Лукибакио. Лукибакио. Вот что? Галычара выходит один на один, но Митрюшкин выручает. Покажите больше. Желание, ребята. Спасибо. Показали. Гури. Он решил пробить со 120 тысяч метров с какого-то абсолютно неадекватного угла. Ноль шансов было, но он... Травма. Игра. Мне так легко. Это правда, что ты молодец. Подкидываешь мне травм. Да побольше. Ведь что-то слишком просто играется. Да? Как-то. Что-то как-то изи. Я вас понял, господин Митрюшкин. И вот так вот уже несколько матчей подряд веселимся в АПЛ. Чичаретти удар, перекладина. Ну, а почему бы нет, собственно. Забивайте третий. Да, забивайте третий. 103-й. 53-й. Робинсон даже не старался мяч перехватить. Пинайте или что? Не знаю, друзья. У меня просто сейчас в глазах помутнение какое-то. Возможно, все это мне снится. Надеюсь, что все это мне снится. Опять по статистике матча мы играем, ну, неотвратительно. Да? Но по самой игре, ну, просто куски дерьма. У меня по-другому это нельзя назвать и писать. Это позор. Это сучий позор. Да, вот такие удары нам нужны. В 40 метрах от ворот пролетел мяч. Вот такой вот удар. Блестяще. Итак, матч с Челси. Если честно, мне он вообще нахрен не сдался. Поэтому мы играем его дублирующим составом. К тому же я его посмотрю на максимальной скорости. Ибо здесь проиграть даже было бы хорошо. Потому что Карабао Кап нахрен не сдался. Поэтому делаем вот так вот. И наблюдаем, как эти тараканы мельтешат туда-сюда. Ну, и, конечно, мы выиграем это матч. Это будет просто смешно. И абсолютно неуместно. Ибо нахрен мне этот кубок сдался. Суки. Нахрена вы забили, придурки? Причем Челси-то играет. Ну, основы. Смотрите. Азар, Сусу, Джорджиньо. Вот. Это вот я узнаю, Сандерлен. Идиоты, блин. Вы что, придурки? Вы серьезно? Вы серьезно? Чичеретти? У тебя же нога кривая. Как ты попал? Как ты попал? А, во, пенальти, походу, сейчас будет. Смотрим, Варчик. Ееее. Ссылка уже. 25-е пенальти в этом сезоне. Митрюшкин, между прочим, вторую пенку в сезоне отбивает. Красавчик. Гравен. Бах. Робинсон просто лучше. Вот сейчас вот просто он так. И да, походу, мы проходим Челси. Нахрена нам это надо? Карабао Кап. Выиграть, сука, банку Ягуара можно. Да, мы побеждаем Челси и проходим дальше. Просто. Ну, типа, круто. Но я недоволен. Я недоволен. Зачем нам лишние матчи? Ну, и последняя сегодня игра против молодых талантов Арсенала, Нкетия, Нильсон. Он, по-моему, сейчас в Хофенхайме, что ли, играет в реальной жизни. Да-да-да-да-да. Понятно. Вижу его скиллы и понимаю, что будет очень больно. Жао Феликс. Я вас понял. Нкетия. Спасибочки. Ну, ладно, давайте посмотрим, что сможем мы им противопоставить. Локебаки. Локебаки, можешь тебе какую-нибудь таблеточку выпить, чтобы голова начала работать? Что это было? На воротах у Арсенала, на секундочку, Берн Длена, а не Филимонов Александр. Но пока что мы держимся. Даже нет ударов в створ. Даже у нас удар в створ, но момент у Арсенала. Девятка. Гол, да? Митрюшкин автогол. Когда это гончится? Почему мы, сука, не играем, как с Челси сейчас? Пауэр. Кор. Да, пас назад. Обостряющий пас назад. О, неплохо. Арсенал уже просто дрожит при виде этих диагоналей. Пауэр. Робинсон. Кор. Пауэр. Пауэр! Вы не представляете, друзья, какая это боль. Не знаю, что нас может спасти в этом сезоне. Прошло 8 матчей у нас, 1 очко. Не то, чтобы другие команды от нас сильно... Ой, ну просто ублюдки. Просто ублюдки. Не то, чтобы другие команды от нас сильно оторвались, но, ну вот, гляньте вот состав команд, который вот... Ну, Лестер, 19-е место, да? Ну, вы просто гляньте. Футболисты по 50 миллионов, по 40, по 38, да? Вот даже вот середняки, да? Люк Шоу. Ва! Середняк этого состава. Заработает 165 тысяч. Как? Как и чем мне с ними конкурировать? А это 19-е место на секундочку. 19-е место на секундочку. А у меня, сука, Луки Бакио, который бьет с центра поля в надежде, что вратарь соперника сумасшедший. Ай, друзья, я паузу поставил, сучья игра. Я не знаю, что делать с этой бедой. Я просто в отчаянии полнейшем. Попробуем поатаковать, хотя я уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Больше желания показать, но... Забейте вообще. Просто... Просто... Нахрена обыгрывать Челси, чтобы потом просто... Как безвольные куски говна играть против Арсенал. Я этого не понимаю. Ну, смотрите. Вообще... Больше желания показали. Ни одного момента, ни одного удара. Ничего. Центр поля не можем перейти. Макс Пауэр. Классно. А Джеймс... Вау. Хорош. Хорош. Джеймс просто подбежал к Гендузире Чилу и просто отдал мяч. Какое же удовольствие. Забивайте мне уже. Во! Хорош, Митрюшкин. Под... Подмышкой пустил. Все. Тут нехуя смотреть. В конце мне, друзья, нечего добавить, кроме того, что нахрена, вот нахрена мы вторым составом обыграем основу Челси и потом просто безвольно, вот просто, вот просто, я не знаю. Если бы я был реальным тренером, я бы достал бы в раздевалке свой член и обоссал бы ему рожи. Боже, ну серьезно, это просто позорнейший матч был. Ладно бы хоть какие-то моменты, шансы, хоть что-то... Нет, просто, просто днины. В общем, ставьте кучу лайков, не знаю, три лайка, четыре, пять, хоть сколько-нибудь. И в следующей серии мы увидим матч с МЮ, Волверхэмптоном, Теттенхэмом и Ливерпулем. Кто, сука, составляет эти расписания, блядь? Какой черт это придумал все? До свидания, короче.